Мир вам и благодать, дорогие братья и сёстры! Я очень рад, что могу быть с вами, потому что некоторое время, на протяжении последних трёх месяцев, я находился в России, и мне пришлось посетить разные города. Вместе с этим, знаете, вот как сегодня брат поделился свидетельством о молодом человеке, и мне также очень скорбно, когда молодые люди уходят. Хочется, чтобы жила молодёжь, служила Богу, чтобы они приносили ещё много пользы для народа Божьего и славы для Господа. И тот город, один из городов, который я посетил в Краснодарском крае, Майкоп, когда я приехал, я получил известие о гибели трёх молодых людей, восемнадцатилетних, вы, возможно, знаете. И мне было очень жаль смотреть, как молодые люди иногда делают неправильный выбор. Я хочу сказать, прежде всего, молодым, молодёжь, дорожите своей молодостью. Знаете, кажется порой, что как будто бы враг особенно охотится за молодёжью. На самом деле, и если упомянули о льве, знаете, для льва самая удачная жертва – это неокрепшие животные. Укрепляйтесь в Господе, живите для Него. А это особое время, в которое мы живём, этот год, он является необычным годом. Возможно, вы об этом не раз уже слышали, я напомню о том, что этот год является юбилейным годом в вопросе реформации. Пятьсот лет назад было, как бы считается, вот это годом реформации. И основные постулаты реформации – только священное писание, только вера, только благодать. Потому что в то время священное писание не являлось авторитетом. И для большинства людей это было совершенно незнакомо. Люди слышали проповеди священников, которые больше рассказывали не о том, что говорит священное писание, а о том, что говорил первосвященник, римский папа. Это было часто далеко от священного писания. Только вера, потому что священное писание рождает веру. Если мы проповедуем о Христе, рождается вера во Христа. Если проповедуем о Христе спасающем, рождается спасение. Если проповедуем о Христе, который творит чудеса, появляются чудеса. Потому что слово рождает веру. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божия. И самое главное, что во всем этом прославляется Господь и радуется человек Божий. А сегодня я хотел бы обратить внимание на священное писание. Священное писание, которое говорит нам об Иисусе. Потому что благодать, которая является одной из основных как бы крыгольных камней реформации, благодать без Христа невозможна. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать изошла из его уст. И сам Христос, он является источником благодати. Мне хочется прочитать из книги пророка Исаии. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте книгу пророка Исаии. Это известное Евангелие, как его называют, Ветхозаветнее Евангелие. Итак, книга пророка Исаии, 53 глава. Замечательные слова, которые были излечены пророком от Господа о том, что произойдет. И начинается с вопроса. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца, то есть сила Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем». Дорогие, какие замечательные слова! Какие великие слова! Эти слова начинаются с вопроса, а кто же в это поверил? Кому открылась сила Господня? Мышца Господня. Кто поверил? И дается картина страдающего Мессии, который как росток из сухой земли. Мы знаем, что такое сухая земля. Сухая земля. И если там есть росток, насколько он слаб, немощен, насколько он невеличественен, потому что в нем кажется, что недостаточно этой жизни. Когда люди смотрели на этого Мессию, то многие не видели в нем, не видели величия человеческого, не видели той славы человеческой. В его рождении он был рожден там, презрен и умолен пред людьми. Там среди овец, среди животных. В его жизни он был воспитан в семье плотника. Он возрос в городе Назарете, который носил нарицательное имя из Назарета, могло ли быть, что доброе. Наш Господь Иисус Христос, о Котором было пророчество, Он, именно это, Он исполнил это пророчество. Вместе с этим вы заметили, что его жизнь, она полна жертв. Он не жил для себя. Часто, когда люди рождаются, мы молимся о них, за верующих всегда молятся, детей приносят в церковь, благословляют. Мы желаем им долгие годы успешной жизни, мы желаем им благословения, чтобы они все хорошее, лучшее, что только можно достигли. Когда Он родился, о Нем тоже было сказано, что Он, Спаситель, ибо ныне родился в этом, в городе Давидовом, Спаситель, который есть Христос. Когда принесли Его в храм, через 40 дней пророчествовал Симеон, богоприимец, и говорил, что тебе самой, матери, оружие пройдет душу. Это страдание, это смерть Христа. И Он был предмет прерыканий. Так кто же Он? Кто поверил? Только вера, только Священное Писание, и только благодать. Знаете, удивительно, что на самом деле Христос, который явился с одной стороны вот воплощением Бога, и с другой стороны вот в такой простой, даже, как бы сказать, убогой обстановке Он жил. И Он в то же время вот был предметом спора, кто же Он? С другой стороны, нельзя было не заметить в Нем того, что не было в других людях. Один из начальников фарисейских пришел к Нему и сказал, «Учитель, мы знаем, что Ты пришел от Бога, потому что таких чудес, которые Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог». Иисус говорил, «Если вы не верите словам, верьте делам, не верите делам, верьте словам, все, что я говорю, не от себя, от Отца, и дела, которые я творю, Отец дал мне творить». Его слова и дела настолько были в одном, что нельзя было не заметить. Он не говорил, как другие люди, он говорил, как власть имеющий. Когда он что-то делал, он делал так величественно и так скромно, что не принимал даров, не принимал хвалы от людей, он так часто оставался незаметным и посылал людей в храм воздать Богу славу. Тем не менее, все, что он делал, оно было величественно. Слепые видят, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухи слышат, мертвые воскрешают, а нищие благоветствуют. Удивительно. Идите, скажите Иоанну, что вы видите, что вы слышите, идите расскажите. У иудеев того времени было ожидание Мессии. они не знали, каким Он будет, но они ожидали, что когда придет Мессия, Он совершит чудеса, которые совершали все пророки, которые известны только были до этого времени, что слепые увидят, хромые вскочат, даже мертвые воскреснут, глухие будут слышать, прокаженные будут очищаться, все, что было им известно, все будет воплощать Мессия. Иисус это сделал, но не только это, Он сделал гораздо больше, Он понес грехи людей на Себе, Он изъязвлен был за грехи наши, мучаем за беззаконие наше, наказание мира нашего были на нем, и ранами его мы исцелились, добровольно страдал. Дорогие мои, вот сегодня особенный день, когда мы христиане вспоминаем страдания Христа, безусловно, об этом следует помнить всегда, но сегодня это особый знаковый день, это хорошая добрая традиция, когда мы как бы по-особенному вспоминаем, чтобы возбудить в сердцах наших чистый смысл, чтобы обратить внимание на Христа распятого, чтобы снова и снова наша вера обновилась в уповании на Него. Вы знаете, что нередко бывает, когда мы приходим на эту встречу, которую мы называем или хлебопреломлением, или вечеря, или мы называем ее Евхаристия, или причастие, как бы мы не называли, как бы мы это ни называли, одно, что мы вспоминаем Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И нам сегодня не следует смотреть внутрь себя и думать, насколько я плох. Я вам хочу сказать, мы гораздо хуже, чем мы думаем о себе. Гораздо хуже. И если мы пришли и думаем, вот сегодня я немножко лучше, а возможно кто-то пришел и думает, сегодня у много времени, чтобы думать о нем, или вся эта неделя настолько загружена, у меня не было возможности, чтобы как-то много уделить времени в молитве, и даже может быть утром встал, и я настолько не был увлечен им. Я хочу вам сказать, это не является самой главной трагедией. Лучше, когда мы о нем думаем больше, когда мы направляем свои взоры к нему, когда наше сердце любит его вполне. Я вам хочу сказать больше, что он не переставал думать о нас даже тогда, когда мы не думали о нем. Он не переставал любить нас даже тогда, когда мы забывали его. И когда мы не обращали на него внимания, он обращал на нас внимания. Слава ему за это! Аллилуйя! Наш Господь такой! И мы сегодня сюда пришли не потому, что мы что-то из себя представляем, а мы пришли потому, что его благодати достаточно. И даже если мы не осознаем себя достаточно хорошо, мы пришли, чтобы прославить его. Несколько дней назад я находился в дороге и включил радио, была одна христианская программа на русском языке, и была беседа. Несколько проповедников беседовали, и среди прочего то, что я услышал, один из них сказал, вот сатана примерно так, сатана ходит, и он пытается искусить нас, чтобы вести нас грех, чтобы мы лишились милости Божьей. Я сразу же подумал, наверное, это не совсем правильно. Если мы не согрешили, мы не нуждаемся в милости Божьей. В милости нуждается преступник. Писание говорит, что Христос за преступников сделался ходатаем. Нам нужен Христос, потому что мы чувствуем свою нужду в Нем всегда. И утром, и днем, и вечером, среди недели, и воскресенье. Всегда нам нужен Христос, потому что в нашей жизни мы никогда не стали достаточно хороши, чтобы сказать Боже, мы можем с тобой иметь общение без Христа. Только Христос. Он тот, который стал посредником. Знаете, если в этой главе как бы начало такое слабое, немощное, мы видим вот росток из сухой земли, презренный, отверженный, мы уже в середине видим, что Он, который отдает свою душу, который отдает свою жизнь за грехи, который умирает, который становится виновником спасения, и вот Он восстает, восстает могущественный за то, что Он предал душу свою. Господь говорит, между сильными будет делить добычу, посему Я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, их злодеем причтен был, тогда, как Он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем, на подвиг души Свою Он будет смотреть с довольством, через познание Его, Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Какая радость, дорогие мои, какая радость. Я должен сказать, что здесь, когда мы читаем, что сильными будет делить добычу. Знаете, мы как-то привыкли. Такое впечатление складывается, как будто бы есть кто-то более-менее равный со Христом, и вот Он между ними будет. И между великими также есть кто-то, который все-таки как-то ближе к Нему, и Он как один из сильных или один из великих. И мы настолько привыкли вот к этому, к такому пониманию. Я должен сказать, что это не совсем правильное. Нет никого, кто мог бы сравниться с Ним. Нет никого, кто мог бы рядом быть с Ним, и хотя бы на одной ступени быть с Ним. Это только Христос. И когда мы читаем, что почему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. Послушайте, я вам скажу другое понимание, более правильное понимание этого текста. «Посему я дам ему в часть великих и сильные будут ему в добычу». Он восстает как победитель, он восстает как славный и сильные этого мира, какими бы они ни были. Мы знаем таких, какие были подобны Нерону, мы знаем, какие были подобны Гитлеру или Сталину, мы знаем времена разные, когда восставали против Бога, когда гнали, это делали сильные мира сего. Но знаете, что они будут ему в добычу, он решит их судьбу, ибо сказано, что весь суд отец отдал сыну, и он будет отделять налево, направо или налево. В его руке сила и власть великие, какие бы они ни были, величие ни одного из них не произойдет величие нашего Господа, его величие непревзойденно, он не сравняется ни с кем. Есть одна песня, я недавно услышал ее, возможно, вы ее тоже поете или пели когда-нибудь, там есть такие слова, мир ищет своего героя, мы знаем, кто сильнее всех, великий царь над всей землею, это наш Господь, Он царь царей, Он Господь господствующих, только Христос. Дорогие мои, когда мы смотрим на то, что совершил Христос, этот подвиг несравнимый, я должен сказать, что мы здесь на земле, пока живем, мы даже до конца не понимаем величие, значение того, что совершил Господь. Но вопрос заключается в том, о чем мы вначале читали, кто поверил, кто поверил слышному от нас, кому открылась мышца Господня, что Господь Иисус Христос, который жил 2000 лет с лишним назад, который умер за грехи людей, кто поверил, что Его смерть имеет значение для нас сегодня, вот тот, кто поверил, тот счастливый, тот, кто поверил Его смерть, Его голговская смерть работает, действует и в нашей жизни сегодня. И когда мы придем перед Небесным Отцом на суд великий, мы не придем, потому что Бог уже однажды совершил суд над нами в Иисусе Христе. Когда Иисус Христос был на кресте, это был суд за мои твои грехи. Поэтому если ты поверил, то ты уже неподсудимый. Знаете, я хочу сказать, что наш Господь Иисус Христос сделал не просто Он взял наши грехи. Он и продолжает заступаться за нас. Он продолжает быть ходатаем за нас. Когда здесь говорится о том, что Он за преступников сделал себя ходатаем, вы знаете, как-то это звучит очень интересно в том, что вообще преступник сам по себе преступник говорит о том, что совершено преступление. Тяжесть преступления тоже как бы зависит от того, какое преступление. Но по современным законам преступник должен иметь адвоката, ходатая, чтобы суд не был как бы односторонний. Все-таки адвокат должен показать или не допустить, чтобы осуждение не было чрезмерное, несправедливое. Во все времена, когда были преступники, появлялись люди, которые заступались за преступников. Тогда, когда еще не было адвокатов, обычно это делали благородные люди. Люди, которые желали милости осужденным. Вы знаете, что это происходило. Например, приходили к Пилату, жена написала не делай, ничего не делай. Эта женщина, она влиятельная, она жена Пилата, она говорила не делай этому праведнику, она выступила в качестве адвоката. Я много пострадала. Позже приходили другие люди, пришел человек богатый, чтобы хотя бы тело Христа похоронить, потому что осужденному на такую казнь, за такие преступления, за которые был осужден Христос, было осуждено не только его жизнь, и тело должно было оставаться там на кресте, чтобы его склевали птицы и съели звери. Но здесь сказано, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. Итак, быть ходатаем, быть адвокатом, это дело благородных людей. Это дело благородных людей. И получается так, что наш Господь Иисус Христос умер за наши грехи, понес наши грехи, и сегодня еще продолжает величайший подвиг заступаться за нас с вами. Вот тогда, когда мы осознаем, что я недостаточно люблю Господа, или я не так хорошо сегодня вот, ну, не на должном уровне, я совершенно, я забыл уже какое-то время читать Библию, я чувствую, что мое состояние слабеет. Я вам должен сказать, это не должное состояние, это состояние неправильное, но именно в это время наш Господь Иисус Христос, Он выступает за нас, и Он дает нам свою благодать и дает то, чего мы не заслужили. Знаете, быть ходатаем за преступника столь тяжело, я, возможно, когда-то говорил, постараюсь очень коротко рассказать случай, когда мне однажды пришлось быть ходатаем за преступника. Ну, в жизни приходилось это не раз, но это был очень яркий случай. Один молодой человек, ему было 25 лет, я оказался, он рядом со мной, он совершил преступление. На алкогольном, в алкогольном опьянении он остановил трамвай, потому что хотел, это было 8 марта, вы помните, что такое за день 8 марта, хотел посадить свою бабушку с дедушкой, своих бабушек с дедушкой, остановил трамвай, который уже тронулся с остановки, и было трамвайное кольцо, и трамвай очень медленно шел, он надеялся, что водитель трамвая остановится, попытался остановить, водитель трамвая расценила это как нарушение, попыталась оттолкнуть его, здесь пробудился в нем зверь, и он как следует настучал водителя так, что все движение в городе было остановлено, вся эта ветка была остановлена, и из-за того, что у него было уже две статьи, до этого ему грозила третья статья до 8 лет, и оказалось, что он прибежал ко мне и говорит, помоги мне, он стал скрываться от милиции, его разыскивают, он сбежал с места преступления, бабушка и дедушка остались, поэтому его легко вычислили, помоги, я в то время, это было советское время, но был один из начальников уверовавших, он был в партийных кругах, но он очень уважал меня, я пришел к нему, говорю, давай поможем этому негодяю, преступнику, он говорит, слушай, ты о чем говоришь, он совершил преступление, ему надо сидеть, ну давай поможем, ну сделаем все возможное, давай посмотрим, что он сделал, он хотел хорошее сделать, посадить бабушку с дедушкой, это март, еще зима, на улице холодно, когда будет следующий трамвай, праздник, ну она сверху его оттолкнула, в нем пробудилась мужская гордость, как это такое, женщина меня толкнула еще сверху вниз, она силой своего тела ударом, ну понятно, что он виноват, ну плохо сделал, давай поможем, знаете, был суд, и меня назначили общественным защитником этого человека, это было нелегко, я вам хочу сказать, был государственный обвинитель, был государственный судья, был государственный адвокат, и я был общественным защитником и обвинителем в одно и то же время, я должен был сказать, как плохо он сделал, что его поступок заслуживает наказания, И в то же время сказать, а все-таки он неплохой человек И рассказал, как он с улицы подбирает брошенных больных животных, как он их скармливает И рассказал, как он заботится о своих бабушек, о дедушках Какой он добрый, когда он не пьяный и так далее и тому подобное И потом попросил самое трудное Мог ли суд снизить наказание хотя бы в том, чтобы отдать его на поруки нам? Знаете, суд, когда все выслушал, судья говорит Оказывается, он не просто преступник, он герой Его надо к награде А эта женщина, ее надо осуждать Ну понятно, она так с юмором немного сказала Но закончилось тем, что друзья, которые сидели на задней лавке суда И спорили, насколько его посадят Как правило, они спорят на бутылку Они проиграли, потому что его не посадили ни на сколько Но было самое тяжелое для меня, мне дали его на поруки Этого преступника Это было самое тяжелое, поверьте Иногда я даже сожалел, что я наделал Я думал, он опять что-нибудь натворит И опять эти годы ему прибавят И я напрасно трудился Знаете, прошло время Прошло время, я не буду о нем много рассказывать Я тогда чуть-чуть понял Как трудно быть поручителем за кого-нибудь Когда тот, за кого ты поручаешься, а он тебя подводит Когда ты за него просишь, а он потом тебя обливает грязью И ты становишься как будто бы таким Христос делался поручителем за преступников За нас с вами, дорогие Он пред Небесным Отцом говорит Отец, ну, прости их Но сегодня они пришли снова ко мне Они пришли сегодня ко мне Но они не такие Но прости их на этот раз Пусть твоя благодать действует Пусть кровь моя очищает их Отец, благослови их И сколько раз, когда сатана пытается обвинять Иисус, он заступается за нас Он заступник, смотрите За преступников сделал всех ходатаем За меня, я преступник, поверьте Я нуждаюсь сегодня в Иисусе Который однажды умер за мои грехи на Голгофском кресте И если бы не Христос, я навсегда безнадежно погиб бы Но не только в этом я нуждаюсь в нем каждый день Я нуждаюсь в нем каждый миг, каждый час Я нуждаюсь в нем здесь, на этой земле До тех пор, пока жизнь моя будет продлеваться И, наконец, мне нужен будет Христос Когда я предстану перед Отцом Вы знаете, мне нечем хвалиться Я могу похвалиться только одним Христом, Господь Если Он будет со мной Я буду чувствовать себя уверенно Я буду чувствовать себя смело Безбоязненно Я буду знать, что Иисус Христос Он знает, что сказать Я недостаточно квалифицирован Я не могу защитить себя У меня есть прекрасный заступник, юрист Самой высшей категории Который знает, как заступиться за меня и тебя, дорогой мой Вот почему только Христос Только Христос Не мы пели О, лишь кровь Иисуса Это не мои заслуги Это не моя святость Это не моя праведность Это не мои старания Это не мои труды Только Христос Который дает нам жизнь Который умер за наши грехи Когда мы были еще грешниками И который ведет нас по жизни Если мы падаем Он поднимает нас, дорогая душа Может быть ты чувствуешь, что ты упал Может быть враг говорит Ну все, кому ты нужен Ни людям, ни Богу Не верь Ты нужен Богу Если Христос за тебя умер Он тебя никогда не оставит и не покинет Он будет работать над тобою Он будет миловать тебя Он будет поднимать тебя Вставай Вставай, если ты упал Если в твоей жизни произошло то Что люди отвергли тебя Знай, что Он не отвергнет тебя Потому что Он заплатил за тебя Сказано в Священном Писании Что если Бог за нас Сына Своего не пощадил Когда мы были еще грешниками То как же с Ним нам не даруют и всего Все лучшее, прекрасное, что у Бога есть Он нам даст благодаря тому Что Иисус Христос совершил для нас Вот почему мы поем Вот почему мы славим Вот почему мы величаем Иисуса Иисуса, имя, оно известно на небе Отец Всех этих сильных Которые просто не почитают Бога Которые пренебрегают Богом Не признают Христа Они будут Ему в добычу Они ничто Эти великие Которые великие Они станут Его достоянием Он самый великий Он самый сильный Он самый любящий Он самый спасающий Дорогая душа Если кто-то сегодня Еще не принял своего Господа Если ты живешь Но Иисус не стал твоим спасителем Если ты не пригласил Не позвал Его в свою жизнь Как своего личного Господа и Спасителя Может быть ты много знаешь Может быть ты читал Священное Писание Выполняешь церковные ритуалы Может быть ты знаешь Или вырос в христианской семье И кажется, что уже так много Есть в твоей жизни доброго, хорошего Но спасение дается только через Христа Прими Его в сердце своей веры Открой свое сердце Скажи, Господи, ты нужен мне Ты нужен мне, как многим людям Я нуждаюсь в тебе Я грешник Я, а ты мой спаситель Вот за грешников Он сделался ходатаем За преступников Он сделался ходатаем И если кто-то, кто не осознает себя преступником Я очень сожалею о вас Я очень сожалею о вас Знаете почему? Потому что Христос не станет за вас ходатайствовать До тех пор, пока вы не осознаете себя преступником Дорогие мои И самое дорогое, что есть у нас Это жизнь, которую дает нам Господь Эту жизнь мы не можем сохранить сами по себе Эту жизнь мы уже однажды потеряли Мы мертвы по грехам и преступлениям Но он дает нам жизнь Жизнь Божью Позвольте, я вам расскажу еще один пример Тоже связанный с тюрьмой Но я постараюсь очень коротко Он очень подходит под сегодняшнюю Под эту тему Однажды один император Вы знаете, цари иногда проходили по тюрьмам Для того, чтобы посмотреть И подарить кому-то милость Иногда они делали такое Один благородный царь пришел в тюрьму И он начал интересоваться у заключенных Кто за что сидит И когда он спросил одного За что сидишь Он говорит, государь Ни за что Сосед обвинил ложно Наклеветал Я ни за что сижу Я не брал Я не крал Но меня наговорили Спрашивает у другого За что сидишь О, великий государь Ни за что Это моя жена Мне так все подстроила Она хотела от меня избавиться И у каждого У кого он не спрашивал Все были невиновные Последний Которого он спросил За что ты здесь Сказал, государь Виновник Преступник Я окаянный преступник Государь Я сижу за свое преступление И тогда он говорит Стража Выгните этого нечестивца Из собрания святых Милость дают Тем, которые Осознают свою вину Дорогой друг Ты осознал свою вину? Если так Ты услышишь сегодня это Иди ко мне Будь свободен Вместе со Христом Ты будешь прощенным Ты будешь иметь жизнь Полную благодати И наконец Когда придет Господь Ты будешь во славе Последний Я хочу прочитать Замечательную песню Есть прекрасные песни Есть некоторые из них Написанные Сегодня мы слышали В салтере И есть песни Которые в книге откровений Мы будем петь их там Там мы будем петь их В небесах Это книга откровений Пятая глава Здесь говорится о том Что был тот Который Я прочитаю быстро Эту главу Она короткая И видел я в деснице У сидящего на престоле Книгу Написанную внутри И отне Книгу запечатанную Семью печатями И видел я ангела Сильного Прозвращающего громким голосом Кто достроен Раскрыть книгу сию Снять печать ее И никто не мог Ни на небе Ни на земле Ни под землею Раскрыть свою книгу Ни посмотреть нее И я много плакал О том что никого Не нашлось достойного Раскрыть и читать Сию книгу И даже Посмотреть нее И один из старцев Сказал мне Не плачь Вот лев Из колена Иудина Корень Давидов Победил И может раскрыть Сию книгу И снять Семь печати ее И я взглянул И вот посреди престола Четырех животных И посреди старцев Стоял агнец Как бы закланный Имеющий семь рогов И семь очей Которые суть Семь духов божьих Посланных на всю землю И он пришел И взял книгу Из десницы сидящего На престоле И когда он взял книгу Тогда Четыре животных И двадцать четыре старца Пали пред агнцем И имея каждой Гусли И золотые чаши Полные фемиама Которые суть молитвы святых И поют новую песню Говоря Достоин ты взять книгу И снять с нее печати Ибо ты был заклан И кровью своей Искупил нас Богу Из всякого колена И языка И народа И племени И садил нас царями И священниками Богу нашему И мы будем царствовать На земле И я видел и слышал голос Многих ангелов Вокруг престола И животных И старцев И число их было Тьмы тем И тысячи тысяч Которые говорили Громким голосом Достоин агнец Закланный Принять славу Принять силу И богатство И премудрость И крепость И честь И славу И благословение И всякое создание Находящееся на небе И на земле И на земле И под землею И на море И все что в них Слышал я говорила Сидящему на престоле И агнецу Благословение И честь И слава И пали И держава Во веки веков Тогда четыре Четыре животных Говорили аминь И двадцать четыре Старца пали И поклонились Живучему во веки Я хотел бы Чтобы мы в конце Вместе с вами Я думаю Это не грешно И для вашего собрания Это будет приемлемо Споем Или проговорим Эти песни Которые поют И которые мы будем петь И поют новые песни Говоря Достоин ты взять книгу Вы можете вместе со мной Достоин ты взять книгу Вас нельзя так, да? Можно повторить? Тогда повторите, пожалуйста И поют новые песни Говоря Достоин ты взять книгу Достоин ты взять книгу И снять с нее печати Ибо ты был заклан И кровью своей Искупил нас Богу из всякого колена И языка И народа И племени И соделал нас царями И священниками И священниками Богу нашему И мы будем царствовать на земле Дальше следующая песня Достоин агнец Заклонен принять силу И богатство И премудрость И крепость И честь и славу И благословение Следующее Сидящему на престоле И агнцу Благословение И честь И слава И держава Во веки веков И все сказали Аминь Аминь Дорогие мои Это замечательная песня Которую мы сегодня с вами разучиваем Мы ее будем петь в вечности Мы ее скоро будем петь Я снова хочу ободрить вас Что только Христос Является основанием И надеждой нашего спасения Только благодать Которую Он дарует нам каждый день Только вера в Него Веруйте Уповайте Благодарите Славьте А если кто еще не принял Христа Спешите И сделайте это как можно скорее Если это сегодня Это ваше время День спасения и благодати Мы сейчас будем молиться Если кого-то Господь коснулся Молитесь Открывайте свои уста и сердца пред Господом Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Аминь Аминь Слава тебе за тот крестный путь Которым прошел Христос Слава тебе за заместительную жертву Спасителя Иисус Христос Мы славим тебя Поклоняемся тебе И благодарим тебя За то что грехи наши Ты вознес сам телом своим на древо За то что беззаконие наши понес на себе Болезни немощи взял на себя Ты был осужден вместо нас Слава тебе Господь Твоими ранами мы исцеляемся Твоей жертвой мы живем Господь Мы спасаемся Твоей благодатью и милостью Слава тебе Не по нашим заслугам И вот мы сегодня преступники За которых умер Христос Ты наше спасение И ты наш ходатай И ты наш заступник И ты тот Ради которого мы имеем вечную жизнь Слава тебе за это Благословенно имя твое Во веки и веки Благослови это собрание Благослови народ Твой Все больше и больше славить Тебя И больше и больше уповать на Тебя Господь Да будет возвеличено имя Твое И здесь на земле И в вечности Аллилуйя Аминь